Заброшенный парк юбилейный. Каждый день здесь проходит много людей, которые через парк сокращают себе дорогу. И вот на одной из аллей целый мемориальный комплекс, посвященный питомцу Изабелли. Мы не знаем, кошка это или собака. Прожила она короткую жизнь, но, судя по всему, успела стать любимицей семьи, раз уж ее похоронили с такими почестями. И это уже не диковинка для Барнаула. В городе многие службы оказывают услуги по изготовлению, доставке и установке памятников животным. По цене они ничем не уступают человеческим надгробиям. Все зависит от материала и размера. А это целый погост в ленточном бару. Здесь захоронены десятки кошек и собак, любимые игрушки. Здесь же цветы и даже кресты. Глядя на все это, невольно вспоминается сюжет романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Этот кот ведь умер. Оно возвращает мертвецов. Тетя? Но они возвращаются иными. Папа. Почти половина своей жизни Евгений прожил с карликовым пинчером Бертой. Берта заболела раком и покинула этот мир в возрасте 11 лет. Не мог привыкнуть к тому, что я, например, прихожу домой и никто меня не встречает, нет вот этих звуков никаких. Первое время казалось, что она где-то тут сейчас вот хоп и она выбежит. Нет. Но в любой момент Женя может дотронуться до Берты. Парень набил татуировку с портретом собаки. Кто-то ставит памятники в парке, в лесу. Я решил на себе сделать памятник, так скажем. В церкви такое чрезмерно теплое отношение к питомцам не одобряют, а похороны животных в православных традициях вообще называют кощунством. Нельзя относиться к животным так же, как к людям. Это грех, прямо говорим. Это некое кощунство, это как бы пародия такая, да, на могилу людей. Крест стоит или надгробие, то вообще животное, оно безотносительно какой-то либо религии, то есть для нее это, для того или иного животного это совершенно не имеет значения. Здесь такой перекос сознания, искривление, если можно так выразиться, в смысле человек больше привязан к животному и больше любит его, нежели своего брата или свою сестру. То есть любовь к людям, она, к сожалению, охладела. И мы подчас жалеем больше собачку или кошечку. Вообще, я считаю, что каждый человек сам должен определять, как ему поступить именно со своим животным. Ну, мы похоронили в лесу, вместе в одном, там, ну, ни на каком неофициальном кладбище. Я отношусь к таким, как бы, можно сказать, кладбищам домашних животных, в принципе, нормально, не считаю, что это какая-то проблема. То есть животное, это, опять же, если это животное, которое с вами очень долгое время, это как член семьи, то есть почему бы его не похоронить как члена семьи. В администрации города так не считают. Памятники и могилки животных здесь называют даже не кощунством, а нарушением закона, за который предусмотрен штраф до 5000 рублей. Для захоронения биологических отходов действуют ветеринарно-санитарные правила, согласно которым, утилизация и уничтожение биологических отходов предусмотрено тремя способами. Первое – это сжигание крематора, второе – это обезвреживание скотомогильников и третье – в исключительных случаях захоронение. Но пока в Барнауле нет и не предвидится легального кладбища животных, а значит, придется любимого питомца утилизировать как бытовой отход. И можно наткнуться на такую картину. Барнаульская ветклиника выкидывала трупы животных прямо в ленточном бару, хотя убитые горем люди передавали своих барсиков и шариков на кремацию, чтобы уж наверняка можно самому отдать четвероногого в городской крематоре. Так поступают многие барнаульцы. В здании даже отведен специальный колумбарий для кошек и собак. Кто-то забирает урну с прахом на память. Увековечить память, оказывается, можно и на виртуальном кладбище. Сыночек мой любимый умер от диабета. Мне очень плохо без тебя. Я верю и надеюсь, что ты меня встретишь на радужке. Бимка был питомцем моих родителей. Очень верный и преданный, ласковый звоночек. Погиб. Его загрызла большая собака ночью. Прости нас, Бимушка, не смогли тебя спасти. Вечная тебе память. В интернете есть сайт, на котором таким образом размещены 11 тысяч животных. Хозяева выбирают питомцам памятники, оставляют на виртуальных могилах подарки, колбаски, игрушки, пишут добрые слова. Конечно, хочется, чтобы все наши питомцы после смерти отправлялись в кошачий, собачий, хомячковый рай. Наверное, даже главное, не как вы похоронили своего питомца, а как вы относились к нему при жизни.